Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях основатели федеральной сети экспресс-фотосессии «Смайл Тайм» Анастасия Байтулина и Софья Костюк. Настя, Сов, привет! Привет! Я так понимаю, что ваша федеральная сеть – это франшиза, верно? Да, верно. Поделитесь секретом, во-первых, откуда вы пишетесь с нами и где первый город-основание вашей сети. Пишемся мы из Екатеринбурга, так как сейчас Соня прилетела сюда, в гости, в свой, так сказать, родной город, потому что родились и выросли мы в Екатеринбурге, потом уже наши пути, так сказать, немножко разошлись по разным городам, но каждые три месяца мы стараемся все-таки встречаться, и то я к ней летаю, то она ко мне, то мы где-то в других странных или городах встречаемся. Настя, а по-моему, мы с тобой когда общались по телефону, ты сказала, что вы близняшки. Да, мы близнецы, Соня старше меня на 10 минут. Классно, то есть вы прям абсолютно идентичны. Да, мы именно вот те как раз близнецы, есть разные виды близнецов, но мы полностью идентичны. Ну, конечно, сейчас мы не так сильно похожи, но маленькие, там, и в юности, мы прям были очень сильно похожи, хотя и сейчас нас тоже часто путают, даже, возможно, ты сейчас запутаешься, когда будешь разговаривать, будешь путать нас по голосам, и не будешь понимать, кто говорит, Соня или Настя, поэтому... Но, Настя, это ты, правильно? Я угадываю сейчас? Да, это я, это я, да. Так, а Софья, можно тебя услышать, пожалуйста? Ну, я дальше буду что-нибудь рассказывать. Ага, все, нет, я услышал небольшую разницу в голосе, мне этого достаточно. Так, девочки, ну давайте сразу к вопросам. Если не секрет, если это не какая-то коммерческая тайна, не могли бы мы сходу сразу озвучить стоимость покупки франшизы? Я имею в виду, сколько стоит у вас купить франшизу? Ну, у нас есть паушальный взнос, и это зависит от города, это зависит от партнера, то есть к нам просто так не попасть сразу же, это обрисую, поэтому конкретной цены нету. Ну, сейчас это в районе 100 тысяч, то есть, ну, это уже обговаривается более детально, потому что первые города мы открывали без паушального взноса, его не было, вот, а в дальнейшем, ну, для разных партнеров были разные условия, вот, поэтому, как бы, нету определенной цены. И также ройалти, это тоже зависит от города, зависит от партнера, мы определяем это в начале, в принципе, все это... В начале сотрудничества? Ну, в начале сотрудничества, когда договор подписываем, все это мы популярно объясняем, рассказываем нашим партнерам. Спасибо за честность, потому что не все сразу отвечают о стоимости, о условиях, потому что для некоторых это целое маркетинговое такое предложение, что нужно сначала прогреть, допустим, аудиторию, потом только озвучить цену. Нет, у нас никакого прогрева не было и не будет, потому что у нас очень высокий спрос, и при этом у нас очень такой отбор, я бы сказала, сложный для кандидатов, потому что сейчас у нас 30 партнеров, 60 городов при этом, и порядка, вот, за 5 лет поступало порядка 500 заявок. Ну, сам понимаешь, если 30 человек только прошло, то есть 470 примерно не прошло. Ну, на самом деле, деньги любые, там, предлагали заплатить, хотели люди заплатить, но мы здесь не про это. У нас немножко бизнес на другом основывается, мы не про бабки. Ух ты! Так, а давай пока раз эту тему затронули, давай об этом поподробнее поговорим. Какая философия у вашего бизнеса? Ну, именно вот компания – это довольный, благодарный клиент, который обращается к нам вновь и вновь. То есть у нас даже наша реклама – это максимально, ну, сарафанное радио. То есть у нас довольные, благодарные клиенты, для нас это очень важно. У нас 99% обратной связи мы получаем от клиентов, это положительное. 1% отрицательное, ну, в принципе, невозможно, мне кажется, ни в одном бизнесе и так такой статистики нет. Ну, может быть, где-то есть, конечно, но это и так очень хорошая статистика. А именно для нас, да, вот в чём, так сказать, наша философия? Изначально, когда мы основали этот бизнес, у нас вообще мы даже не думали, что мы будем зарабатывать на этом. Мы, так сказать, это сделали из какой-то любви и потом уже начали делиться опытом и, так сказать, поняли, что отдача такая происходит, очень большая, что людям это нужно, что люди это хотят. И потом уже как-то и деньги начали зарабатываться и спокойненько мы поняли, что, оказывается, тут ещё и деньги можно заработать. Мало того, что мы делаем то, что мы любим, а ещё и деньги зарабатываем при этом. И причём с каждым, не знаю, годом это всё больше и больше становится. И поэтому мы вот считаем, что вообще ни один бизнес, наверное, не может быть построен, если человек, не знаю, не горит этим делом или не любит это дело. Поэтому изначально мы вообще, когда сделали, грубо говоря, так сказать, на скамейке мы это всё сделали и, как правило, мы не думали о деньгах. Но я, кстати, не первый раз слышу такую философию, что готовься делать своё дело бесплатно, и тогда ты получишь хорошую выручку и хорошую отдачу от твоих клиентов. Это вот не первый раз я слышу, и вы эти слова подтверждаете прямо. Причём как бы сейчас немаловажно, что мы зарабатываем на этом деньги, потому что мы любим деньги, деньги любят нас, и мы много себе что можем позволить. Потому что мы вообще бизнес основали в декрете. У меня были декретные 16 тысяч, как бы, конечно, был муж, но мы не из тех, так сказать, женщин, которые будут на маникюрчик просить деньги или ещё что-то побаловать себя. То есть мы, у нас как бы такая философия, что мы сами, если мы умеем зарабатывать деньги, почему мы не можем их зарабатывать? То есть мы любим деньги зарабатывать, мы поэтому и работаем. Кстати, очень классно, того не сознавая, подвели к тому, что вы сказали, что вы горите этим делом. Но учитывая, что, Настя, ты работала 4 года бортпроводником, а София была менеджером в агентстве недвижимости, а потом приобрела франшизу по сдаче в аренду той же самой недвижимости, как у вас вообще возникла идея открытия именно экспресс-фотосессии, то есть вот этой сети? Как вы пришли к тому, что вы хотите связать жизнь с творчеством и с фотографией? Исходя просто из биографии вашей, совсем не скажешь, что вы любите творчество. Ну смотри, на самом деле, как бы как, я считаю, что любой бизнес – это творчество некое, поэтому тут можно ещё немножко поспорить. Творчество – это, ну это, конечно, у нас такое творческое направление, но любой бизнес – это творчество. И мы, в принципе, с детства были девочки творческие, мы, так сказать, и там, и сям всё успевали, всё умели, но при этом мы там, к примеру, в детстве продавали жучков, продавали газеты, которые доставали из ящиков. И, то есть, у нас это с детства какие-то есть эти зарисовки. Жилки – это всё, как бы, понятное дело, я считаю, что это всегда, это либо есть, либо этого нету. Если у тебя этого нету, то как-то там, не знаю, не бейся, у тебя, скорее всего, ну не получится, наверное. А у нас это с детства всё было, и мы привыкли сами зарабатывать деньги. Вот с 14 лет мы уже там работали на разных работах, подработках. Потом мы поступили в институт, 4 года мы учились в институте, на очном отделении, потом мы перевелись на заочное отделение, и как раз-таки я пошла летать. У меня подруга летала с института, и я смотрела, как она там за границей, так сказать, отдыхает, как это всё кайфово. И именно вот в 20 лет я захотела поработать на этой работе. Быстренько прошла собеседование, там небольшой кастинг, отучилась 3 месяца и начала, так сказать, свою лётную карьеру. Работа – это прекрасная, это вообще для 20-летней девушки, это прекрасная работа, где ты можешь посмотреть много разных стран, городов и новые люди. При этом, при всём, я никогда не работала в офисе, там с 8 до 5 или ещё какой-то график у офисных работников, такого никогда не было. И мне, наверное, было, я в этом кайфовала, то есть в своих там, то, что я летала, и мне нравился такой ритм работы. Но всегда я знала, что с этой работы я уйду в декрет. Собственно, как бы так и вышло, вот, что декретные, так сказать, хорошие, в принципе, потому что зарплата была белая, хорошая, декретные тоже были нормальные, так сказать. Но я так понимаю, во время работы именно бортпроводником, и когда сестра Софья работала именно менеджером и занималась франшизой, у вас не было даже мысли, я так понимаю, открывать что-то подобное? Ну, у меня, например, вообще не было мысли открывать что-то подобное, потому что я вот работала на дядю, так сказать, и вообще у меня никогда не было такого, что вот я бы что-то там открыла. То есть я имела стабильную зарплату, стабильную работу, и, в принципе, там, не знаю, я ушла в декрет, просто декрет, это я тебе скажу, это очень скучно. Я не знаю, как женщины некоторые сидят там долго, но через полгода я уже поняла, я с колясочкой погуляла, я поняла, что как бы хочется что-то делать. Вот, я начала продавать туры, там, я у девочки, ну, так сказать, как помогала ей продавать туры, но мне это не очень понравилось, и я все ходила, ходила, бородила, думала, что же такое сделать. Вот, и в Екатеринбурге, там, когда еще как раз родила ребеночка, я там через приложение нашла какую-то девочку, она там 15 минут фотосессия была. Мы пришли с мужем и с ребенком, пофотографировались там, она там достаточно быстро отдала фотки, я такая думаю, вообще идеально. И, то есть, тогда зародилась еще эта идея, но как бы не было какой-то там, так сказать, вообще как это все реализовать, потому что в голове у меня не было вот этих каких-то предпринимательских моментов, потому что это вот все от Сони. Она как раз вот тоже расскажет о своей работе, и вообще это как бы все, так сказать, ее вот это вот предпринимательское, это больше она. А я чисто предложила вот идею, потому что мы прилетели в Краснодар в отпуск, и я говорю, давай сходим, вот там есть какие-то у вас быстрые фотосессии, там 10-15 минут. Она говорит, нет, у нас такого нету. Я говорю, ну так давай сделаем тогда. А у нее как раз она тоже работала, тоже у нас детки были, но как бы ей там уже сложно было работать. Я говорю, давай сделаем. И как-то она такая, давай сделаем. И все, так сказать, вот я как говорила на скамейке, мы сели и сделали. Классно, звучит очень здорово. Очень хочется послушать, как вот ваш тандем воссоединился. Соф, расскажи ты про свой путь, вот как вы дошли к тому, чтобы хотите это сделать. Ну, во-первых, я перед этим, когда переехала в Краснодар, я тоже где-то полгода искала работу и устроилась, да, совершенно верно говоришь, менеджером по работе с клиентами, по продажам в агентстве недвижимости. Это, ну, аренда жилья. Вот, и через уже месяц меня поставили управляющей, через полгода мне предложили купить франшизу за 500 тысяч. Вот это тоже интересная очень история. Мне был 21 год, у меня не было денег, от слова совсем. Я там зарабатывала, ну, тысячи 30, там, 50. То есть за 500 тысяч купить себе, ну, как бы бизнес готовый, не было возможности. Вот, и я ходила, подавала заявки на кредит, и примерно, когда мне отказали 40 банков, я уже даже и отчаялась, ну, там, позвонил 41-й, и сказали, все, приезжайте, мы вам одобрены. Я такая, ну, очень удивилась, я говорю, реально, вы мне сейчас деньги дадите? Они такие, ну, да, приезжайте. Я такая, окей, приехала, и все, я звоню там своему куратору, говорю, все, я покупаю офис. И, в принципе, вот так вот я попала вообще во весь этот франчайзинговый бизнес. Я была, ну, внутри него, поэтому, в принципе, вот дальнейший наш уже смайл тайм на этом опыте и организовался. Потом у меня было несколько филиалов, потом у меня уже франчези от меня начали открываться. Ну, в общем, я там работала 4 года, и у меня появился огромный опыт управления, продаж, маркетинга, ну, в принципе, организации бизнеса, бизнес-процессов, автоматизации. Вот это вот весь бизнес пошел, ну, с моей стороны, по крайней мере, моя предпринимательская жилка максимально открылась благодаря этой компании. Я очень благодарна им. Вот, но потом уже стало сложно совмещать. Я тоже родила ребеночка, то есть у меня вообще декрета не было от слова совсем, ни дня не было. Я как раз, ну, из офиса поехала рожать, родила и приехала в офис, и как бы с ребеночком на руках везде ходила, ну, и в Краснодаре у меня кроме мужа никого и не было. И потом вот Настя как раз прилетела, и я понимала, что я уже не хочу здесь работать, потому что, ну, уже устала, и, в принципе, недвижка уже не так стала работать, как ранее. Это был какой, получается, год 2017, февраль 2017-го, и вот она предложила, в общем-то, говорит, давай сходим на экспресс-фотосессию, а я буквально недели две как решила, что я уже ухожу, и то есть я при хорошем достатке заработки в один день отказалась от всего и приняла решение уйти, и, ну, осталась, в общем-то, без всего. Вот насчет страхов, допустим, ну, мне было страшно остаться, ну, без денег, потому что, опять же, повторюсь, мы с 14 лет зарабатываем деньги сами, там, сначала подрабатывали как-то, то есть тут я тоже не знала, что делать. И отличная идея возникла у Настены, и я очень тоже благодарна ей за это, потому что, ну, это реально круто-классно, и тут как раз-таки мой мозг уже среагировал на то, что такое дело можно в дальнейшем масштабировать, потому что у меня есть хороший опыт во франчайзинге, и его можно здесь успешно применить. Это здорово, очень прям реально классная история. Соф, но ты воруешь у меня вопросы, потому что я очень хотел задать вот тот вопрос, который ты озвучила, что ты 4 года проработала по франшизе. Я так понимаю, это приносило все достаточно хороший доход, раз ты находилась там 4 года. И вот эта мысль о том, как ты решилась уйти, то есть это, можно сказать, насиженное место, которое тебе приносило стабильный хороший заработок, а ты вот так по щелчку пальцев решаешься уйти в какую-то неизведанную нишу, неопробованную, неизвестную, неоттестированную. Что у тебя было в этот момент в голове? Или ты просто решила попробовать, а там пусть как будет? Дело в том, что уйти я еще решила перед этой идеей. То есть сначала я уже решила уйти, а потом уже возникла идея. Мне кажется, что я даже уже ушла, и потом Настя с этой идеей приехала. Вот как-то так было. То есть я не решила в пользу смайла уйти из того бизнеса. А там уже, в принципе, я говорю, там и заработок впадал, ну потому что и конкуренция росла тогда по аренде недвижимости, как-то у нас немножко затухали офисы. Потом я перешла еще на юр-услуги. Мы тоже занимались там юр-услугами буквально два месяца. И я поняла, что я, наверное, выдохлась, я устала, я выгорела. Работать? То есть она каждый день работала? Я каждый день работала. Это максимальная ответственность, это постоянно ты понимаешь, что у тебя миллион дел в голове. У меня очень много было задач. Вот, допустим, я там, не знаю, с колл-центром мы автоматизировали дистанционные продажи. То есть на меня очень много ролей навесили, которые мне за это недоплачивали. Это, наверное, основной был момент, что я ушла просто не в этот проект, а просто я ушла, потому что я устала, выгорела и больше не хотела этим заниматься, не хотела больше там работать. Да, я только хотел сказать, скорее всего, это было просто банальное выгорание, да, и ты хотела какой-то вот новый свежий глоток получить, и, получается, вы с Настей в этот момент столкнулись и произошла искра, так скажем. То есть вы зажгли... Да, это судьба, знаешь. Да, зажгли идеями друг друга. Отлично, давайте послушаем дальше, как развивался ваш путь. В любом случае, какое-либо начинание предполагает вложение. Были ли у вас большие вложения? С какой стороны они были? Были ли это заемные средства, инвестированные или из своего личного бюджета? Расскажите про это поподробнее и сколько средств примерно потребовалось на открытие. Это, наверное, самый интересный будет вопрос в этом диалоге. Дело в том, что у нас было ноль средств и ноль вложений, потому что у нас их, в принципе, не было. У нас мы просто были без денег. Настя была в декрете, я осталась без бизнеса, и у нас не было ничего. И это, знаешь, это, наверное, самая сильная мотивация, когда у тебя нет денег, у тебя настолько мозг генерирует идеи, что ты это быстро реализовываешь. То есть у нас от идеи до реализации, мне кажется, прошло 30 минут. То есть мы тут же начали искать фотографа, мы тут же... Нашли фотографа. Нашли фотографа, встретились с ней в Краснодаре. Настя прилетала буквально на неделю. То есть эта идея возникла, допустим, на третий день, и мы уже на следующий день встречались с фотографом. Мы уже сделали страничку в Инстаграм, мы придумали название, мы сделали там картинки. Ну вот это вот все. То есть у нас не было, мы не думали там, так, нужно прописать бизнес-план, нужно так это сделать. Опять же говорю, у меня, да, вот такой хороший бесценный опыт был, благодаря нему Настя, потому что вообще в бизнесе ничего не понимала. То есть она летала... Я летала сейчас спокойненько. Летала и ничего не понимала. И изначально она ко мне с этой идеей, ну идею мне это как бы принесла, так сказать. Я говорю, ну давай я тебе все объясню, я тебя научу, и ты как бы сама будешь в этом направлении двигаться. А потом-то я такая поняла, мне тоже нравится, это так круто, классно, и тут я кайфую. Если в предыдущем бизнесе, так сказать, это была постоянная ответственность, как будто бы вот тебя сверху давят, давят, давят. Ну было сложно, морально было сложно. Тем более я только родила ребеночка, я с ребенком на руках, ну короче это было не очень приятно. А тут это было прямо каждая, каждая минутка. Мы кайфовали, когда мы там вот эти вот страничку создавали в соцсетях, когда мы приглашали первых клиентов, фотограф, когда снимала там первую съемку. Это вот все сейчас проматывается, это было пять с половиной лет назад, а это как будто бы как сейчас. И было ноль вложений. И когда мне сейчас люди говорят, что они не могут организовать, открыть бизнес, потому что у них нет денег, для меня это вообще непонятно. То есть я считаю, что можно без вложений открыть бизнес. Когда у вас есть офигенная мотивация, ну то есть вы хотите деньги зарабатывать, у вас нет денег вообще от слова, ну совсем ноль у вас в кармане. И тогда вот по-другому мозг это все генерирует. Генерирует. Ну, слушайте, вот так мы плавно подошли к тому, что расскажите, как была первая вот, я не знаю, студия организованная, или это как раз-таки только были на улице фотосъемки, то есть это не было определенной локации, вы просто с фотографом находили людей, и получается делили прибыль пополам, я так понимаю? Мы, получается, при первой встрече с фотографом обговорили, грубо говоря, там знаешь, 30-30-30 процентов, там 10 на развитие. Такие как бы у нас были, ну, это сейчас все как бы поменялось, вот, но мы с ней тоже вот... Не было какой-то структуры, вообще ничего не было, была просто идея. И нам нужно было начать срочно, как бы вот здесь и сейчас, либо мы начинаем, либо ты с нами, как бы, и ты фотографируешь вот даже первые клиенты, мы их искали через какие-то страницы, где вот модели ищут. То есть нам нужно было наполнять контент, и фотограф фотографировала бесплатно, не получала за это деньги, и мы тоже не получали за это деньги. Эти люди, соответственно, выложили фотографии, там причем как бы люди пришли, но они поделились в своих соцсетях фотографиями, и уже оттуда пришли клиенты. То есть их друзья обратили внимание, что какая-то там новая услуга, что всего там 10 минут пофотографировались, и уже прикольные фотки, они даже в тот же день получили эти фотки, они как бы в своих соцсетях выложили. Но мы единственное, мы обговаривали это условие, то что если как бы все окей, и им нравится, то они выкладывают честный отзыв о нас. И потом уже, когда пошли первые клиенты, там буквально, у нас фотосессия, по-моему, стоила 390 рублей, пошли первые клиенты и заплатили нам 390 рублей. Мы сразу же вложили их в рекламу, сделали в паблике Краснодара, в ПЖК, который около парка Галицкого ЖК находится, мы сделали там рекламу, и у нас оттуда пришли люди, тоже очень много. На следующую съемку у нас уже было 10 клиентов. Девочки, а сейчас ваша сеть предусматривает какую-то локацию, или все это ситуативно, то есть у вас съемки на улицах, или в помещении, которые обязательно для аренды у ваших франчайзи, как это выглядит сейчас? Какой-то локации определенно нет у нас, ни в одном городе, то есть у нас все руководители, вся команда работает дистанционно, там из дома, и, ну, в принципе, где они хотят. Это, не знаю, сейчас вот в мире, в современном мире это самый кайф, мне кажется, наслаждение, этот фриланс, когда ты можешь работать откуда угодно. То есть мы снимаем на улице, в кафе, в студиях, вообще в любых помещениях интересных. Сейчас очень много, в принципе, ну, вообще в России в целом, есть там крыши в том же самом Питере, в Москве там тоже такие локации делают, и уличные, и внутри каких-то комплексов, даже в том самом, в Гуме, да, тоже какая красота. То есть мы снимаем везде, где красиво, где классно, где людям нравится. Опять же, тут огромный плюс, то, что мы не платим никакое, никакие средства за аренду помещения, за содержание офиса, потому что я это все знаю изнутри, и это как бы достаточно, ну, дорого выходит. Да, в этом есть большой плюс, большая затратная статья исключается из расходов ежемесячных, в этом есть большой плюс. Мы вот с вами говорим о всем таком хорошем, добром, что все так здорово идет. Я люблю задавать этот вопрос, скажите, была ли какая-то, можно сказать, черная полоса, что ли, во введении вашего бизнеса, что вы хотели полностью все бросить, опустить руки, не было никакого развития, клиенты не приходили, выручки не росли, ну и так далее. А был ли такой период в вашей деятельности? На самом деле на первом этапе, ну вот начальном, первый год, наверное, такой период был каждый месяц, то есть как бы каждый месяц что-то хотелось бросить почему-то. Иногда бывало, что там, например, на определенную локацию вообще нету записи, то есть расстраиваешься, ищешь какие-то причины, но помогало из этого выйти то, что ты понимаешь, что как бы ты можешь, в принципе, бросить сейчас все, потому что у нас там, ну не было там, не знаю, ни ИП, там сотрудников много не было. Ответственности. Ответственности, да, особо как бы, ну мы типа закончим, и все, попробовали, вот получилось, ну как бы что-то дальше не хочется работать, вот, но нам каждый раз все-таки хотелось работать, ну я вот, например, понимала, что как вот я типа закроюсь, а клиенты-то, они же хотят ко мне, ну к нам на фотосессии ходить, то есть они уже начали ходить, и они там уже начали рассказывать, друзьям своим, а я такая закроюсь, то есть я уже начала вот эта вот ответственность появляться, что как бы, как я людей оставлю без нас, вот, но были, каждый месяц были такие периоды, наверное, вот первый, может даже года два. Да нет, ну это может у Насти года два, у меня это было, наверное, первые полгода, потом у меня вот таких вопросов больше никогда не возникало, потому что у нас уже через полгода сколько филиалов работало. у меня просто периодически, как бы это, честно могу сказать, да, нахлыновало, но как-то я приходила в себя и понимала, что людям мы нужны, люди нас любят, и там получали какой-то очередной положительный отзыв, и, соответственно, все это понимали, что мы продолжаем. Я так понимаю, задавать вопрос о том, что когда вы сидели на лавочке и составляли, грубо говоря, бизнес-план на коленке, у вас сомнений же практически не было, вы были настроены на все 100% и были уверены, то есть никаких страхов, не знаю, негативных ожиданий или наоборот надежд вы не возлагали на этот бизнес, можно сказать, или у вас другое мнение по этому поводу? Ну, я вот вначале еще сказала, что мы особо не ждали, что он станет таким масштабным, то есть мы изначально делали просто, что мы любили, ну, что мы любим делать, потому что мы вот открыли Краснодар, через три месяца мы открыли в Екатеринбурге филиал, потому что я в Екатеринбурге живу, и, соответственно, как бы как я такая, чтобы мне на фотосессию сходить, мне нужно в Краснодар, что ли, ехать, мы открыли в Екатеринбурге, чтобы я тоже имела возможность сходить на наши фотосессии, и мои друзья, и там знакомые тоже имели такую возможность. Я добавлю то, что не было никаких ожиданий, мы не ожидали там, что мы будем, миллионерами какими-то. А страхи, наверное, страх у нас был только, что мы останемся нереализованными мамочками в декрете. Вот такой вот страх, но он как раз-таки нас двигал дальше, чтобы мы реализовывали себя, и наш проект был успешнее и успешнее. А так, конечно, нам много страхов было. Были страхи, что нам кто-нибудь плохой отзыв оставит, не дай бог. И вот это вот всё благодаря этому опыту. Были какой-нибудь отзыв, обратную связь получили. Мы такие, так, выписали это, проблема, мы её преобразовываем в задачу, решаем, всё окей, решено. То есть изначально у нас не было никакой структуры, мы там деньги можно было оплатить уже по факту. То есть пришёл человек, оплатил. А потом мы такие, 5 не пришло человек, 10 не пришло человек. Мы решили, там, работаем по предоплате. Далее, допустим, там, человек не вовремя пришёл. Мы, опять же, проблему заранее пишем ему смс-ку, что нужно приходить, там, на 10, на 5-10 минут раньше. То есть у нас всё основывается на нашем опыте. Вот. И уже этот опыт мы потом этим опытом поделились, в принципе. И так уже у нас и выросла наша сеть. А я вспомнила про один страх. Появился, знаешь, когда началась пандемия. Получается, всех же закрыли дома. Вот. И мы месяц, один месяц, мы, получается, можно сказать, не работали. То есть на улицу нельзя было выходить особо. У всех, как бы, такие страхи появились, конечно. Но у нас, вот, на месяц мы, грубо говоря, прекратили свою деятельность. При этом, при всём, я вообще благодарна нашей команде, потому что все девочки, от нас не ушёл ни один, как бы, человек, партнёр. Вот. И все, как бы, остались. И через месяц мы, вот, на апрель мы, получается, по-моему, закрылись. Ну, как закрылись? Мы просто не продолжали свою деятельность, потому что, как бы, там даже ни фотографы не выходили на улицу, ни клиенты не выходили на улицу. И в мае как раз подсветение, там уже более-таки ограничения были сняты, и можно было выходить. Вот. И, соответственно, мы снова начали работать. И причём это вот единственный вот момент, который вот один раз у нас было в апреле, когда, грубо говоря, никто ничего не заработал. И также мы девочкам, партнёрам нашим сказали, что роялти тоже они за этот месяц не платили. Вот. То есть все, как бы, ни мы не заработали, ни они не заработали. И... Но потом в мае всё восстановилось, и всё, как бы, пошло снова прекрасно. Вот. Также, как бы, тут, когда вот запрещённую сеть одну тоже закрыли у нас в феврале, да, у этого года, я бы не сказала, что у нас стало меньше клиентов. То есть, может быть, был небольшой страх, что сейчас станет меньше клиентов. Нет, у нас прекрасно клиенты к нам ходят, клиенты нас любят, потому что они уже знают все наши там, ну, номера и своим друзьям передают номера. Вот. Так что, если даже все соцсети закроют, то мы будем на плаву, потому что у нас очень большая уже клиентская база. Сложнее, наверное, девочкам было, которые вот сейчас открывали, мы открыли весной... Сколько городов? Десять. Десять городов. Вот. И им, наверное, немножко сложнее, потому что, ну, потому что таргета нету. Вот. А так, как бы, все довольны, и то, как бы, они уже, так сказать, растут и растут, растут, развиваются, работают. У нас вот в диалоге сейчас с вами промелькнул разговор семьи. Скажите, как ваши мужья относятся к тому, что вы такие бизнес-вумен, бизнес-леди и достаточно самостоятельные женщины? Расскажите про это. Ну, я скажу, что в начале пути, да, нас, в принципе, всегда мужья поддерживали, но в начале пути было очень сложно в том плане, что мы постоянно были в телефонах, и, как бы, немножко это напрягало их. Вот. То есть, они не видели отдачи особо, что там в нашем заработке, да, но видели, что у нас, в принципе, глаза горят, поэтому они нас всегда поддерживали, и мы очень благодарны нашим мужьям, что они выносят этот тяжкий труд быть мужьями девушек, которые сами самостоятельные, взрослые, и сами зарабатывают деньги, потому что это не каждый. Это мужчина на это способен. Вот. Ну, им нравится, они нас поддерживают. Ну, наверное, бы без этой поддержки, возможно, и не получилось бы того, что получилось у вас сейчас. Давайте вкратце поговорим, как развивалась вот ваша сеть. Вы сказали, что первый филиал был открыт в Краснодаре, потом Екатеринбург. Расскажите по нарастающей вкратце про открытие в следующих городах. Были ли сложности, было ли сложно искать франчайзи, или вас они находили сами. Вот этот процесс, как вы выстраивали именно сеть, и контролируете ли сейчас вы своих франчайзи? Первый город мы открыли в Краснодаре, в феврале это было 2017 года. Через три месяца мы открыли Екатеринбург, и в принципе у нас был, я была руководителем в Краснодаре, Настя была руководителем в Екатеринбурге. Где-то месяца через три, то есть, грубо говоря, полгода с нашего основания нам начали писать наши подписчики, друзья, с кем мы учились в институте, что, а можно мне, допустим, свой город открыть, какие будут условия. И вот тут как раз-таки уже заиграл мой опыт. Я такая поняла, видимо, сейчас уже время масштабироваться, но тогда у нас не было ничего, то есть, никакой информации. Мы уже по опыту первых открытий городов, мы уже писали методички и так далее, то есть, мы как бы экспериментально начали открывать города. У нас, по-моему, в первом потоке это был Сергеев Посад, Москва, Челябинск, даже уже не вспомнил, ну, примерно вот такие города, то есть, эти заявки поступили от наших каких-то знакомых, либо кто нас как-то знает через знакомых. Вот, и, в принципе, мы сказали, да, окей, давай, вот такие условия, давай начинать, там дальше уже будет видно. И, то есть, это максимально был уклон на открытие новых городов, то есть, мы их ввели, вот сейчас, допустим, у нас входит месяц на обучение нового города. Тогда уходило на это намного больше времени, полгода, год. Мы вообще были круглосуточно на связи, то есть, мы каждый шаг контролировали. Сначала мы его там прописывали, внедряли, изучали, прописывали все эти моменты и, в принципе, потом уже контролировали. Потом чуть позже, наверное, где-то уже мы работали 8-10 месяцев, мы выложили предложение о франшизе. И нам уже начали писать непосредственно кандидаты. Ну, потому что, в принципе, за франшизу отвечаю я. То есть, я общаюсь, провожу там собеседование кандидатов, отбор, а уже Настя занимается непосредственно обучением. То есть, я кандидата готового передаю, и она уже обучает. Но я тоже в обучении участвую, но меньше. То есть, у нас очень четко распределены роли, чтобы мы не выполняли одну и ту же работу и делали то, что каждый любит. Я это люблю, а она больше другое любит. И вот так вот у нас образовался наш такой баланс в семейном бизнесе. И, в общем-то, мы выложили предложение о франшизе и вот начали поступать заявки. Потом у нас было, по-моему, в 2018 году я рожаю второго ребенка, и у нас была цель открыть 50 филиалов. Вот. И мы уже прямо начали активно привлекать и новых партнеров, и стареньким. Мы очень выгодные условия предлагали для открытия второго и третьего города. То есть, у нас есть несколько, даже, ну, половина руководителей, у них не один город, у них два-три города. Они дистанционно руководят, в каком-то городе они проживают, руководят. И это очень круто, успешно у них получается все это совмещать. И вот сейчас насчет того, что контролируем мы сейчас, да, мы сейчас контролируем, но уже в меньшем размере, чем это раньше, допустим, было. Потому что, ну, сейчас у нас уже, в принципе, все девочки, у нас нет никакой там текучки. У нас вот, допустим, там Сочи с Ростовом открылись там 4 года назад. У нас тот же самый руководитель, у него есть команда, и девочки уже все взрослые. У нас в основном такая мамская тусовка, у всех есть по одному ребенку, с одним пришли, там потом второго еще родили, пока в процессе работы с нами. То есть, в основном у нас работают мамочки или кто там, ну, собирается в ближайшее время ей стать, потому что это, конечно, идеальное время для развития, чтобы не потерять себя и, в принципе, реализовать себя. Вот. И контролируем, но опять же говорю, то есть, вот сейчас новые филиалы, они требуют большего какого-то присутствия, больше внимания. А кто уже долго работает? Нет, они понимают, что это их ответственность, и они уже отлично справляются, они уже все знают, все умеют. И вместе мы уже генерируем какие-то новые идеи, вносим что-то новое. Допустим, год назад мы автоматизировали запись, сделали онлайн-запись, онлайн-оплату. Вот. То есть, вот эти вот бизнес-процессы, все то, что появляется новое, мы тестируем, анализируем и внедряем. То есть, мы не стоим на месте, как мы там 5 лет назад, то есть, какой был смайл-тайм 5 лет назад, и сейчас это абсолютно две разные вещи. Даже сравнивать не хочется, потому что там это действительно, это были блокнотики на скамейке, сейчас уже все четко прописано, есть вся информация, инструкции по каждому, там, не знаю, вопросу, скрипты, ну, вся информация прописана, и это очень нам вот облегчило жить, потому что уже где-то 15 филиалов мы вот так себе открывали. А следующие филиалы у нас уже максимально автоматизировано это все было. Но это хорошо, когда развитие идет, и вы с такой, я не знаю, воодушевленностью вспоминаете период, который был в начале, и сейчас вот с такой гордостью. Очень круто было. Да, говорите о том, как вы выросли, это всегда очень здорово. Софт, Настя, ну, посоветуйте, может, какие-то советы те же самые начинающим предпринимателям, как не сдаваться, как идти вперед, и что нужно знать самое главное начинающим предпринимателям? Я знаю, можно смешной совет дам. Соня говорила про блокноты. Я вот совет начинающим предпринимателям дам. Не записывайте никогда ничего в блокноты. Лучше это все храните в заметках, либо в облаке. Это есть уже сейчас облачные заметки и так далее. Все это уже сейчас можно там хранить, потому что на начальном этапе мы записывали в блокнот в Краснодаре, и я успешно потерял этот блокнот со всеми записями. Вот, поэтому, собственно, это мой такой совет, смешной, но все-таки действенный. Чтобы не потерять свою клиентскую базу с блокнотом вместе, лучше сразу же как-то автоматизировать все. И еще, знаешь, такой момент у нас получилось, когда мы вообще открывали, мы придумали, ну, как название, смайл, фото у нас получилось. Нам нужно было красиво в Инстаграме, чтобы в запрещенной сети транслироваться. И мы просто как бы, ну, не было как-то у нас наперед это все, что там товарный знак регистрировать нужно и так далее. Вот, и потом, когда мы регистрировали товарный знак, мы столкнулись вот с проблемой в том, что смайл мы не можем зарегистрировать. Поэтому нам нужно было немножко изменить, и мы добавили смайл тайм. Вот, потому что... Ну, то есть кардинально нельзя было, ну, не хотелось нам менять, потому что смайл, он уже там, ну, какие-то фотоуслуги где-то в Москве, что-то там лет 20 назад или 10 были зарегистрированы. Не знаю, сейчас работают, не работают, но это, видимо, фото на паспорт, ну, что-то вот именно точка какая-то. Вот, и поэтому мы это название не могли использовать, не можем. И, в принципе, вот у нас сейчас наш товарный знак, наш бренд, это смайл тайм, он зарегистрированный. Поэтому, опять же, совет предпринимателям, которые начинают свой путь, надо это тоже все смотреть, контролировать. Да, еще очень забавная у нас была ситуация с этим шрифтом. Шрифт, да, мы, ну, у дизайнера заказали шрифт, и в итоге нам буквально там через 2-3 года человек пишет там просто ВКонтакте, Настя, добрый день, вы используете мой шрифт без там разрешения. Оказалось, что этот человек себе там как-то, ну, запатентовал. Но он его придумал? Придумал, да. И, в общем, он принадлежит этому человеку, этот шрифт. А мы этого вообще знать не знали. Но мы заплатили ему деньги, и все решилось. Выкупили, да. То есть мы сейчас можем его использовать, мы не стали шрифт менять, мы просто как бы его купили, так сказать. Если не секрет, много пришлось выплатить за использование шрифта? Не, не, 10 тысяч, по-моему, была такая сумма. То есть, ну, просто было неприятно, потому что мы даже не знали, как бы нам дизайнер не сказал об этом. И дизайнер не знала. И дизайнер, да, не знала, что... Поэтому потом мы уже как бы начали вот эти вот все моменты, учились на своих ошибках, которые... Да, я вот, в принципе, как и говорю, то есть у нас весь наш смайл-тайм построен на нашем опыте. И этот драгоценный, бесценный опыт вот мы как раз-таки нашим всем партнерам передаем. Им сейчас не нужно начинать, так сказать, с нуля строить какую-то там компанию или сеть, потому что они приходят уже изначально в крупную компанию, которая уже себя зарекомендовала. То есть это очень важно к нам. Очень много клиентов приезжает из разных городов. Допустим, сейчас все там на юг едут, в Москву, там, в Казань, и они пользуются нашими услугами и пишут даже нам лично. Девчонки, вы такие молодцы, что вы вообще организовали такой проект. Мы там уже у вас были в восьми городах, в десяти. Мы вас так любим, обожаем. Мы всегда очень рады этой обратной связи. То есть у нас сейчас, по сути, наши руководители, они общаются с клиентами. Мы сейчас с клиентами не общаемся от слова совсем. Это произошло, наверное, года три назад, когда мы поняли, то есть у нас либо путь мы сами записываем, руководим Краснодаром и Екатеринбургом, либо мы уже во франчайзинге развиваемся и открываем новые города. И понятно, что мы ушли в сторону масштабирования. При этом мы взяли себе администраторов, ввели новую должность. И у нас сейчас успешно в Екатеринбурге, в Краснодаре работают администраторы. Под нашим руководством. Под нашим руководством, да. При этом мы открываем еще новые города и в планах у нас открыться по всей России. То есть сейчас у нас на данную секунду работает 60 городов. Было 50, и вот в апреле-май мы открыли еще 10. Я думаю, что все города, хотя бы крупные, мы уже охватили. Но есть еще небольшие города, постоянно заявки поступают, но мы, опять же, тоже выбираем. Мы рассчитываем свои силы, когда мы готовы давать информацию, когда мы не готовы ее давать. Для нас это очень важно, чтобы мы были готовы. Потому что, чтобы просто продать и, не знаю, сделать как-то, что человек не будет работать, у нас такого нет. Нам нужно, чтобы у нас города, которые работают, чтобы девчонки все развивались. И, наверное, это одно из больших наших преимуществ, что мы за команду. Без команды не было бы ничего. У нас сейчас в команде более 300 человек. То есть фотографы, координаторы, руководители, администраторы. Где-то есть в каких-то городах видеографы. То есть команда достаточно большая, и мы всегда на связи, мы всегда открыты ко всем. То есть нам всегда могут написать, и мы всегда ответим. И страхов у нас нету. Не появляется, несмотря на развитие такое, как бы мы, наоборот, смело шагаем вперед. И у нас нету там страхов, что мы уверены в завтрашнем дне, что мы будем только расти, развиваться, потому что людям это нужно, людям это важно. И если изначально мы думали, что мы откроем смайл для того, чтобы люди там в Инстаграм фоточки выкладывали, на самом деле 90% они ходят к нам на фотосессии для семейного архива, а не для фоточек в Инстаграм. Получилась настолько воодушевляющая история, просто позитивная, невероятно интересная. Спасибо вам большое, что поделились. Я думаю, что мы можем потихонечку заканчивать. Это был подкаст «Надежда и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Сегодня истории своего успеха поделились Анастасия и Софья, раскрыли секрет основания успешной сети и франшизы. Ну а вы оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru. Девочки, спасибо вам большое. Всем пока-пока. Спасибо тебе. Спасибо, пока-пока.